Всем привет! В этом видео поговорим о том, что правительство разрешило Роснефти экспортировать газ в Европу. Какую выгоду получит от этого Россия? После многолетних обращений Роснефти к президенту и правительству по вопросу либерализации рынка экспортных поставок природного газа в Европу, государство решило разрешить российской нефтяной компании поставить европейским потребителям до 10 миллиардов кубических метров газа на основании агентского соглашения с компанией «Газпром». Сообщается, что данную инициативу поддержал вице-премьер Александр Новак на фоне крайне благоприятной рыночной конъюнктуры и резко возросших цен на голубое топливо на европейских биржевых площадках. Александр Новак также предлагает Министерству финансов подготовить предложение по внесению изменений в налоговый кодекс о привязке НДПИ с объемов газоэкспортируемых Роснефтью к европейским биржевым котировкам. Ожидается, что окончательное решение по данному вопросу в ближайшее время примет президент России. Пока же решение о предоставлении права на экспорт газа для госкомпании Роснефть принято в качестве эксперимента на фоне рекордно высоких цен на газ. Лимит поставок ограничен объемом в 10 миллиардов кубометров. С учетом крайне высокого спроса на голубое топливо в Европе нет сомнений, что данный объем будет оперативно реализован. Это позволит бюджету страны рассчитывать на получение свыше 200 миллиардов рублей, из которых 60 миллиардов получены от Роснефти в виде налога на добычу полезных ископаемых, 100 миллиардов в качестве вывозной таможенной пошлины и еще 50 миллиардов будут получены от налога на прибыль и в качестве дивидендов. Роснефть сообщила о том, что поставки природного газа в Европу будут осуществляться за счет роста добычи голубого топлива с новых месторождений Роспан и Харампур, расположенных в Ямало-Ненецком автономном округе, которые недавно отошли к российской нефтяной компании в результате сделки с холдингом ТНК-БП. Роснефть ожидает прирост объемов добычи газа с данных месторождений в ближайшие полтора года в размере 25 миллиардов кубометров. Вполне вероятно, что решение о предоставлении права экспорта природного газа другой российской компании, помимо Газпрома, обусловлено желанием России обойти предписание новой газовой директивы ЕС, которая ограничивает возможность поставки газа по газопроводу Северный поток-2 только одним поставщиком. По мнению депутатов Европарламента, для полной загрузки мощности данного магистрального газопровода газ по нему должны поставлять не менее двух независимых друг от друга поставщиков голубого топлива.